Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, карты боевых действий на сегодняшний день, как выглядит ситуация на фронте, покажу вам. Вот здесь все понятно, где красно-синим горит огне, это значит идут бои сейчас. Так, и вот последняя информация. Россия пытается создать новую ось на Донбассе, но прорыв маловероятен, заявляет разведка Британии. Сейчас объясню, как складывается здесь ситуация. Армия России пытается создать новую ось для наступления на юге Донбасса, но вряд ли добьется прорыва. Об этом заявляет разведка Британии. По данным разведчиков, РФ приступила к более согласованному наступлению в районе Павловки и Углидара. Вот здесь карта Павловка, Углидар, вот здесь как бы сейчас идут наступления. Так, я вам объясню, в чем дело. Сейчас армия РФ решила, что Бахмутское направление не перспективное, как бы застоприлось. И теперь идет направление удара Углидар, вот здесь, в районе Павловки, Углидара и Накурахова. Туда, по этому фронту, можно сказать, вот так вот. Получается, что как бы один удар был нанесен со стороны Бахмута, а теперь решили брать в сьюжном направлении, идти на север. Подумали, что это направление будет как бы удачней. Я еще по этой карте говорил вам, что зачем армия РФ штурмует Бахмут. Здесь группа городов очень укрепленных, здесь многоэшелонированная оборона, шансов вообще никаких нет тут пробиться. Если штурмовали бы так с этого направления, здесь не так укреплена была оборона вот с этого направления. Теперь они поняли и начали в районе Павловки, Углидара штурмовать. Ну, время-то потеряно уже. И вот такая информация. По данным разведчикам, РФ приступила к более согласованному наступлению в районе Павловки, Углидара. Она применяет части 155-й бригады морской пехоты, которая безуспешно наступала здесь в ноябре 1922 года. Британцы пишут, что вероятно, россиянам удалось продвинуться несколько сотен метров за небольшую речку Кашлагач, которая была линией фронта в течение нескольких месяцев. И вот тут карта, вот как раз Павловка, Углидар, видите, стрелки показаны, удар в этом направлении. Да, здесь что тут так? Новоукраинка, в общем, вот на это направление идет. Вероятно, российское командование хочет создать здесь новую ось с продвижением в Донецкую область. И отвлечь украинские силы от Бахмута, говорят разведчики. Возможно, россияне продолжают добиваться успеха в этом секторе, но маловероятно, что им хватит сил для значимого прорыва на оперативном уровне. Но я говорю, вот, какая-то армия РФ, это командование тупоголовое. Кто штурмует города, где большое скопление городов и укрепленная оборона? Если штурмовать, так, где меньше таких, ну, скучкованных городов больших в одном месте. Вот Углидар, да, понимаю. Ну, конечно, здесь вот нет городов, да, здесь есть шанс обойти его, ну, как сказать, взять кольцо и продвигаться. Говорю, вот это бестолковые, я не знаю, там, кто у них командующий. Это самые тупые, мне кажется, командующие за все время в российской армии были. Такое наблюдается впервые. ВСУ резко изменили тактику под Углидаром. Ну вот, ВСУ тоже поняли, как вести бои и нашли противодействие. Российская армия оказалась в тупике. Российские военные пропагандисты продолжают сообщать о тяжелой ситуации для оккупантов под Углидаром, где ВСУ перемалывают российскую пехоту на подступах к городу. Так, появилась информация о том, что украинская армия впервые применяла тактику тотального минирования местности, буквально забрасывая российские позиции противопехотными фугасными минами типа «Лепесток». Все заминировано, не пройти, все, кто наступает, сразу подрываются. Об этом заявил военкор Алексей Суконкин, накануне отметивший резко подскочившее количество потерь российской армии под Углидаром. Это, конечно, на минах подрывается, идут в атаку зэки и мобики, и все заминированное, конечно, не взрывается. Суконкин подчеркивает, что ВСУ буквально засыпают из реактивной артиллерии нереальное количество противопехотных мин на российские позиции и маршруты их наступления, перемалывая оккупантов. При этом он выразил удивление тем, что украинская армия впервые в таком объеме использует настолько эффективную тактику срыва наступления россиян. Украинские с помощью РСЗО тотально захидывают рубежи, и возможные маршруты противотанками, противопехотными минами сыпят просто нереальное количество этих лепестков. Такое внимание к минированной местности в таких объемах наблюдается в Пермы. Опомнились. Так я говорю, вот, идет наступление Буглидара здесь, а здесь все заминировано, все, эти мины, лепестки противопехотные, противотанковые, все, а как наступать? Да, конечно, минеры-то не будут ходить с этими приборами, их расстреляют просто снайперы, минометчики, их антиллерия, а бежишь вперед, тебя просто на минах подрываешься. Вот, новая тактика войны. Так, ну вот я вам это рассказал. Так, российские пропагандисты запаниковали за высадки десанта в СУ на левом берегу Днепра под Херсоном. Сейчас покажу, где это происходит. Вылазка стала неприятелем врасплох. В военных телеграм-каналах началось паника из-за общения высадки украинского десанта на левом берегу Днепра под Херсоном. Вот Херсон на карте, его здесь началась высадка десанта рядом, на той стороне, как сказать, вот Херсон, левобережный. Да, и теперь там россияне не знают, что там делать. Российские военкоры опубликовали карту с места высадки десанта в СУ. Противник где-то вчера в 9 утра на трех лодках высадил на наш берег Днепра десант и закрепился в ближайших домах. Видите, уже закрепляется десант в СУ. И теперь уже значит, что украинская армия провела ряд успешных рейдов на левом берегу Днепра, прощупала российскую оборону. В одной из таких атак на тыл врага принимали участие добровольцы белорусы, воюющие в подчинении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сейчас я на этой карте покажу подробнее. Так, вот, извиняюсь, слишком далеко я загнал. Так, ну вот, Херсон, вот тут Олежки, вот, и здесь вот высадили, вот сюда, Херсон в этом направлении. Здесь новая Сбуровка. В общем, вот, если десант бы закрепился, потом бы еще десант здесь могли с Очакова высадить. И все, и начали, как бы сказать, продвигаться. Пора, там, говорю, там есть такие места, где можно высадить десант. Тут по карте правильно написано, вот такие-то есть такие заводи, или как сказать, остров такой. Здесь легко можно было, говорю, десантуру высадить. И потом, как бы, выбивать, по чуть-чуть артиллерии помогать, и минометами, и двигаться по чуть-чуть десантникам вперед. И, говорю, очень затянуто по времени, говорю, вот это я удивляюсь, что ВСУ давно надо было здесь пытаться начинать продвигаться. И уже там было бы сейчас армии РФ уже не до доступления. Они бы стали сюда все силы бросать. Тут, думаю, их немного защитников. Они там, в основном, на том фронте воюют здесь. Сейчас в районе, вот, Углидара, вот, в этом направлении вся война идет сейчас, армия РЭП. Это им Донецкой, оккупирование Донецкой Республики надо срочно. Им сейчас там не до Херсона этого, я говорю. ВСУ могли использовать этот момент. И вот еще такой случай здесь. Истребители НАТО перехватили белорусский военный самолет над Балтикой. Еще как его не сбили, я не знаю, Ил-76 летел в сопровождении двух российских Су-27. А истребители НАТО взяли сопровождение этих, ну, рядом летели, это я не понимаю, видя записи с кабины российского истребителя Су-27, который осуществлял прикрытие белорусского борта. И вот теперь НАТОвские эти Ф-16, Рафали, Ф-18 летели рядом, вот они, а там, вот, советские истребители, вот они летят, в общем, вот этот, сейчас потише сделает белорусский, летел. Балтик снимает все с кабины, эту съемку делает. Я говорю, НАТОвские могли сбить легко эти самолеты, НАТОвские намного истребители сильнее, эти Ф-16, Трайфаль. И говорю, просто, ну, нету сейчас, слава Богу, этих конфликтов между НАТО и Россией, потому что легко бы они, думаю, этот и белорусский бы сбили, потому что у них превосходство этих НАТОвской авиаций над этими российскими. Так что мирно все закончилось, слава Богу, что они летели в Калининград, этот белорусский совершал перевозирование с аэродрома Мочулихах на военный аэродром Чхалос в Калининграде под прикрытием двух российских СУ. И вот эти НАТОвские истребители все зафиксировали. Это был финский, здесь пишут, еще какой-то еще польский. В общем, тут дежурят над Балтийским морем эти НАТОвские истребители. И вот такая ситуация, говорю, произошла. Хорошо, что не стали стрелять друг в друга. Сейчас много потерь у ВДВ российского, очень много десанта потеряли. В СУ ликвидировали половину личного состава российских ВДВ. Кремлевские пропагандисты признались в огромных потерях. Потери российской армии в ходе вторжения в Украину достигли масштабов, при которых их размер скрывать уже не выходит. В ходе одного из последних прямых эфиров пропагандисты РФ признали, что половина российских войск ВДВ была уничтожена в СУ, когда Путин был вынужден объявить всеобщую мобилизацию. Вот здесь речь пропагандистов, это уже не фейк, это уже сами российские пропагандисты все говорят, что у нас были большие потери десантников. И почему так произошло? Почти 50% штатного состава ВДВ, РФ, в общем, были похоронены, ушли 2 метра под землю. Это сами российские признают, представляете? Поэтому зэки и мобики воюют, я говорю, весь этот десант, морскую пехоту, все, за год, вот сейчас год войны, все уничтожили, некому воевать, я говорю. И вот сейчас потери большие, вчера очень армия РФ потеряла нереально, 850 человек, 127 500. Танки, что интересно, на нулях. Очень много танков, БТРов было последнее подбито, нереальные цифры, сейчас на нулях стоят. 3200 танков, почти 6378 БТРов, сбили, да, БТР, БМП. Самолетов, так, перестали сбивать, вертолетов тоже кончили летать, беспилотники еще есть, 1951 плюс 4. В общем, вот потери, говорю, громадные, мобилизация, хотят по-тихую мобилизировать, но не получится. Еще 200 тысяч, говорит, надо Путину срочно призывать, потому что, говорю, если такие потери, 850 день, умножайте это погибшие, равен на 3, это, говорю, это космические цифры, по-любому сейчас, вот, говорят, в феврале уже начнется хватать, будет, как в Украине хватает уже на улицах 100%, я знаю, вручает повестки, уже вылавливают, что и в России сейчас такая беспредел, начнется, будет тоже выхватывать, вылавливать и повестки всовывать, и хочешь, не хочешь, иди погибай туда, на этот фронт. В общем, вот как раз еще ситуация, вот, был тоже человек, как сказать, боец, хотел повоевать и погиб. В СУ ликвидировали незадачу, то есть, Витязя Счастного, Счастного его так называют, купан преодолел более тысячи километров, чтобы умереть в Украине. Его фамилия, имя Виктор Счастный, да, он проживал в Калининграде, видно, купил билет и решил повоевать. Вот чем закончилась война в Украине. Вот его имя, фамилия, вот его фотография здесь. Так, на родине смерть захватчика подтвердили лишь на днях. Так, он погиб 4 января 23-го года. 22-летний оккупант, житель Калининграда Виктор Счастный. Окупант демилитаризировался на Кулинском земле. И о смерти его сейчас вот сообщили. Зачем было с Калининграда лететь на эту путинскую войну? Он пошел добровольцем, представляете, с Калининграда. А уже, ну, как сказать, добровольно, его никто не гнал особенно. Его хоронили на этих выходных на военном мемориальном кладбище Курган-Слава в поселении Медведевка, в Ахгуревской районе. Его даже в Калининград не повезли хоронить, где он там жил. Его, говорят, там недалеко и похоронили. Вот его фотография. Был участником организации ВПК «Витязи». Так что вот его могила. Вот его, как выглядит фотография. Парень в костюме, молодой и умный вроде бы. Не понимаю, вот такие есть, может, как сказать, неадекваты. Да, они хотят воевать, хотят идти убивать. Но бывают люди с виду адекватные, не знаю, люди и нормальные. И что у них в мозгах помутнило? Зачем ему надо было идти и погибнуть? Вот этому человеку с Калининграда. Я вот точно не понимаю. Вот он, 93-го года рождения был. Написано, да, его год рождения, смерть в 23-м году. 30 лет он прожил на этом свете. И все. И ушел под землю. Говорю, вот. Потом, может, когда война кончится, многие осознают, что эта война была бессмысленная, и смерти эти вообще бессмысленны, этих людей молодых, 30-летних. Вот жил бы с семьей, дети были, был счастлив, вся жизнь закончилась в могиле. Не знаю. Вот мое такое мнение. Все это зря. Нельзя идти на эту войну. Война будет это еще целый год. Еще таких смертей будет тысячи, тысячи и тысячи. Говорят, только в конце этого года что-то прояснится, может, война закончится. Такая информация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.